МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Меньше суток понадобилось полицейским исследователям, чтобы установить личность и задержать предполагаемого убийцу, 32-летнего Алексея Земского. Им оказался 16-летний горожанин. Погибшего утром во вторник обнаружил отец, когда тревогу стали бить соседи снизу. Их квартиру стало затапливать. По словам жильцов дома, в ночь на 10 марта они слышали звуки, схожие с теми, когда передвигают мебель в квартире. Не исключено, что кран был поврежден также в ходе борьбы и дал течь. Почему я приехал, соседи позвонили, заливали их. Я приехал, открыл, как гляну. Как полагают в Следственном комитете, 9 марта компания из нескольких человек, среди которых был и подозреваемый, распивали алкоголь в квартире потерпевшего. В результате возникшего за малозначительного повода конфликта подозреваемый избил потерпевшего, нанося ему телесные повреждения руками, ногами, а также подручными предметами. Через некоторое время, закончив распитие спиртного, компания ушла из квартиры. Сейчас следователи допрашивают подростка и продолжают устанавливать все обстоятельства преступления. Известно, что 16-летний подозреваемый ранее уже был судим за имущественные преступления. Назначены необходимые судебные экспертизы, решается вопрос об избирании меры пересечения подростку. Расследование уголовного дела продолжается. Анастасия Семушева, программа «Происшествия». Следственным отделом по городу Розаевка Следственного управления Следственного комитета России Преспублики Мордовия завершено расследование уголовного дела в отношении 57-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статью 30 пунктом Б, частью 3 статью 131 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на изнасилование, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей» и частью 1 статьи 132 Уголовного кодекса Российской Федерации «Иные действия сексуального характера совершали стремление насилия к потерпевшей». По данным следствия, вечером 21 ноября 2017 года в состоянии алкогольного опьянения обвиняемый зашел в дом к 60-летней жительнице Розаевки, супруг которой было в это время на работе. Находясь в доме, обвиняемый попытался изнасиловать женщину, причинив ей множественные телесные повреждения, в том числе переломы ребер. Совершив в отношении потерпевшей половые преступления, он ушел домой. Пострадавшая обратилась в правоохранительные органы, после чего мужчина был задержан, а затем по решению суда заключен под стражей. В ходе следствия в вино в совершении инкриминируемых деяний мужчина признал полностью. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Татьяна Шацкая, помощник следователя Следственного отдела по городу Розаевка Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по республике Мордовия. Уже девятый год в России действует запрет на пропаганду рекламу наркотических средств. Это закреплено в 46-й статье Федерального закона о наркотических средствах и психотропных веществах и в статье 7 Федерального закона о рекламе. Под это понятие попадают в том числе и изображения листьев конопли, что считается рекламой наркотических средств и привлекает внимание общественности. Нарушение этих запретов является административным проступком и наказывается штрафом. 7 марта 2018 года в торговом центре, расположенном в центральной части города Саранска, было обнаружено и изъято флаконы с жидкостями для электронных сигарет, на которых содержится символика наркотического растения, конопля и надпись на английском языке марихуана, что подпадает под незаконную пропаганду рекламу наркотических средств и психотропных веществ. Аргументом продавца торговой точки стало то, что они не производят данный товар, а лишь перекупают и продают. Но сотрудники наркоконтроля объяснили молодому человеку, что факт сбыта уже является правонарушением. У нас предусмотрено кодекс самогасстативной ответственности, статья 6.13 за пропаганду рекламы наркотиков. Мы сами производим как? Сами я понимаю, что вы не производите. Запрещено к реализации данной продажи вещи, где содержится что-то, связанное с наркотиками. По решению мирового суда продавцу может грозить штраф в размере от 40 до 50 тысяч рублей с конфискацией рекламной продукции. Минимальный штраф уже выписали владельцу магазина, в котором сотрудники ОНК обнаружили изображение наркотического вещества на детских рюкзаках. Хочется обратиться к гражданам, к индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам о том, что реализация данной продукции, на которой имеется символика наркотического растения, а также психотропные вещества на территории Российской Федерации, запрещена. Екатерина Шокурова, программа происшествия. 105,5 и 6 мл. Милицейская волна. Пожарная охрана, город Старо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok